Добрый день! В этом видео я расскажу как собирается гир-шар. Также можно встретить название шестеренчатый шар или гир-бол. Он является модификацией уже известного шестеренчатого куба, про который уже выходило подробное обучающее видео. Если вы умеете собирать гир-куб, то попробуйте собрать гир-шар самостоятельно. Если нет, то в этом видео я расскажу всю необходимую информацию для сборки. Гир-куб похож на кубик рубика, но вращается иначе. На кубике рубика можно отдельно вращать каждую грань. Если вращать шестеренчатый куб, то вместе с правой гранью будет вращаться и средний слой. Из-за такого механизма гир-куб собирается по-другому. Разберемся со строением головоломки. Если посмотреть на одну грань, мы можем заметить, что есть элементы с одним цветом, их будем называть центры, есть элементы с двумя цветами, это ребра, и есть элементы с тремя цветами, это углы. На шестеренчатом кубе, так же как на кубике рубика, 6 центров, 12 ребер и 8 углов. Если мы посмотрим на гир-шар, то здесь ситуация примерно такая же. одноцветные центры, которые стали чуть крупнее, двухцветные ребра, которые немного изогнулись, и трехцветные углы, которые стали более плоскими. Для наглядности я каждый этап буду показывать на кубике, а потом уже на его модификации. При перемешивании шестеренчатой головоломки меняют форму. Во время сборки она будет постепенно восстанавливаться. Для начала нужно собрать углы. Это простой интуитивный этап. Мы знаем, что углов 8, из них 4 имеют белый цвет и 4 имеют желтый. Удобно начинать с белых углов, так как они самые яркие. В собранном состоянии они должны выглядеть вот так. Бело-синий-красный, бело-красно-зеленый. Здесь красные цвета совпадают, здесь вот зеленые цвета совпадают. По идее, должны еще совпадать и вот эти цвета, но в данном случае этого не произошло. Если вот так повернуть, то будут совпадать все цвета. Рассмотрим различные случаи. Начнем, к примеру, с бело-красно-зеленого уголка. У него, помимо белого цвета, есть еще зеленый. Поищем второй бело-зеленый угол. Он находится вот здесь. Это наиболее удобное положение. Бело-зеленый один здесь, другой здесь. Важно смотреть на тот цвет, который перед нами. То есть первый уголок располагаем снизу слева, а второй сзади справа, уже на верхней грани. В одно движение их можно поставить рядом и вот эти зеленые цвета будут совпадать. Ну так же, как и белые. В случае, если зеленый уголок вот здесь отсутствует, он может находиться вот здесь. И тогда, чтобы поставить сюда, достаточно повернуть верхнюю грань и в одно движение поставить сюда. Либо он может находиться за первым уголком. Вот нас белый-зеленый и второй белый-зеленый будет находиться здесь, сзади. Из этого положения мы сначала его переводим наверх, а потом отправляем к первому. И получаем ту же конструкцию. Процесс полностью интуитивный и часто уже два угла рядом стоят на месте. Как только у нас готовы первые два уголка, мы смотрим, где вторые два угла с белым цветом. Если первые два с белым собраны, то вторые тоже будут стоять рядом. И могут они либо стоять на месте, тогда ничего делать не нужно. Могут стоять вот здесь, тогда нужно просто поставить их вниз. И самое дальнее положение могут стоять вот здесь, где они и находятся. Тогда их нужно сначала передвинуть направо. И отсюда в одно движение поставить вниз. Получаем четыре белых угла. Цвета боковые тоже совпадают. И желтые углы тоже на месте. То есть автоматически, как только собралась нижняя грань, белая, углы верхней грани также становятся на места. Но осталось только совместить верхнюю грань с нижней. Здесь оранжевый цвет, здесь красный. Вращаем либо верхнюю, либо нижнюю грани до тех пор, пока цвета не совпадут. Получаем, что углы собраны. Сделаем то же самое на шаре. Здесь углы не так заметны. Нужно их различать по трем цветам. Вот белый, синий, красный это уголок. Поищем зеленым цветом для определенности. Бело-оранжевый, синий. Бело-красно-зеленый. С этого уголка мы начинали на кубике. Давайте тут с него начнем. Надо рядом с ним поставить вот сюда еще один бело-зеленый угол. Поищем его. Здесь нет. он здесь. Сначала нужно отвести вот сюда. Первый здесь, а это по диагонали должен быть. Вращаем верхнюю грань, пока уголок не появится здесь. Дальше в одно движение совмещаем с первым. Вот бело-красно-зеленый, и вот бело-зелено-оранжевый. Вот эти зеленые цвета совпадают. На остальные элементы пока внимания не обращаем. Первые два угла готовы. Ищем еще два белых. На месте их нет. Сверху их нет. Ну сверху справа. Они располагаются сверху слева. Опять нам нужно перевести эти два элемента сюда. Вращаем верхнюю грань. И отправить вниз. Смотрим, что получилось. Четыре белых уголка. Здесь оранжевые цвета совпадают. Здесь синие. Здесь красные. Здесь зеленые. Белые углы собраны. Смотрим на желтые. Вот эти цвета тоже совпадают. Но они могли не совпадать. К примеру, быть в таком положении. Тогда нужно было повернуть либо верхнюю, либо нижнюю грани. Вот теперь все совпадает. Углы собраны. Центры сейчас случайно встали на свои места. Нам достаточно и вот такой конструкции. То есть углы собраны, а центры мы соберем чуть позже. Они могут собраться сами, либо их придется собирать. Сборка центров еще проще, чем сборка углов. Всегда на двух гранях центр будет стоять правильно. Вот, к примеру, на желтой грани желтый центр совпадает по цвету с углами. На зеленый синий центр не совпадает. На белый совпадает. Будут либо все центры стоять на своих местах, либо два. Если все центры стоят правильно, то центр собирать не нужно. Если только два, мы располагаем один слева, другой справа и вращаем правую грань до тех пор, пока здесь не появится нужный центр. Сверху зеленый цвет углов, значит и центр должен быть зеленый. Вращаем правую грань. Вот появился зеленый, значит достаточно. Сделаем то же самое на шаре. Здесь оранжевые углы, центр красный, зеленые углы, центр зеленый. То есть мы видим, что какие-то центры не на своих местах, и есть центр, который на своем месте. Понятно, что напротив зеленого будет еще и синий, который стоит правильно. Находим вот эти два правильных центра и располагаем их по бокам. После чего вращаем правую грань, пока сюда не встанет нужный центр. Сверху уголки белые. Вращаем, пока не появится белый центр. Хватило двух оборотов. Все центры стоят на местах. Далее нужно собрать ребра. И сначала их нужно расставить по своим местам. Здесь уже не совсем интуитивно потребуется использовать несложный алгоритм. Для начала посмотрим, что у нас с ребрами. Вот желтая грань. Здесь оранжевый цвет и желтый. Значит, ребро должно быть оранжево-желтое. Оно не такое. То есть не на месте. Вот это ребро, синее-желтое, стоит там, где синий и желтые цвета. Несмотря на развернутое положение, это ребро находится на месте. Если мы нашли одно ребро, которое находится на месте, обязательно будут еще как минимум три таких же. Это не оно. Это не оно. Вероятно, вот на этой оси будут все правильные ребра. Проверим. Сине-желтое. Бело-синее на бело-синем месте. Бело-зеленое на бело-зеленом месте. И зелено-желтое на зелено-желтом месте. Хорошо. Если у нас ребра не все на своих местах, мы находим те, которые стоят. Их будет четыре. И располагаем их по бокам. То есть слева-справа на верхней грани и слева-справа на нижней грани. Получается средний слой между передней и задней гранями. Далее мы осматриваем кубик, перехватывая его только вот так. То есть сохраняя положение правильных ребер посередине, между передней и задней гранями. Смотрим на ребро, которое перед нами. Оно желто-красное находится на сине-красном месте. Напротив него зелено-оранжевое, которое находится на сине-оранжевом месте. Оба стоят неправильно. Нам важно заметить, будет ли полезно поменять их местами. Зелено-оранжевое, если перейдет сюда, встанет на сине-красное место. Эта пользы нам не принесет. Так же как желто-красное, если встанет сюда, встанет на сине-оранжевое место. Такая перестановка мне поможет. Перехватим куб таким образом. И посмотрим, что с этими ребрами. Бело-красное, если поставить вот сюда, то оно встанет на желто-оранжевое место. Тоже не очень хорошо. Бело-оранжевое, если сюда, встанет на красно-желтое место. Тоже бесполезно. Получается, что у нас и там, и тут перестановка вот этих ребер между собой не даст положительного эффекта. Так бывает, ничего страшного. Главное держать правильные ребра на среднем слое. И именно из такого положения выполнять алгоритм, который поменяет там два верхних ребра местами, два нижних, передние и задние, местами. И боковые поменяет по диагонали. Вот это с этим, и это с этим. Так как одной такой перестановки нам будет недостаточно, придется сделать алгоритм дважды. Движение следующее. Мы вращаем правую грань. Один оборот на 180 градусов. И второй оборот на 180 градусов. Получается, два оборота на 180 градусов. На языке вращения кубика рубика такое движение было бы R4. После чего вращаем верхнюю грань один раз на 180 градусов. Обороты менее чем на 180 градусов здесь невозможны. Поэтому можно просто сказать, вращаем правую грань дважды, верхнюю один раз. И повторяем те же самые движения. Правая грань дважды, верхняя один раз. Смотрим, что получилось. Эти как стояли на местах, так и остались. Здесь произошла перестановка, которую мы ожидали. Ребра все равно не на своих местах. Но сделаем вот такой вот перехват. И посмотрим, что здесь. Зелено-оранжевый и зелено-красный. Также не на своих местах. Но если их местами сейчас поменять, то они как раз станут в нужные позиции. Зелено-оранжевое ребро на зелено-оранжевое место. А зелено-красное ребро на зелено-красное место. Такое положение бывает изначально. И хватает одного применения алгоритма. Мы видим, что если вот эти два ребра поменять местами, они встанут как надо. Также вот эти диагональные тоже встанут на места. Давайте проверим. Средний слой до сих пор мы держим с правильными ребрами. Делаем тот же самый алгоритм. Два раза. Правую грань. Один раз. А верхнюю. Два раза. Правую грань. Один раз. Верхнюю. Проверяем. Зелено-красное ребро, несмотря на то, что развернуто, стоит на своем месте. Зелено-оранжевое тоже. Синее-оранжевое. И синий-красный. Ну и ребра здесь тоже, хоть и криво, но стоят на своих местах. Перестановка ребер завершена. Также бывают ситуации, когда изначально ни одно ребро не стоит на своем месте. Бело-красное на желто-красном. Бело-оранжевое на желто-оранжевом. Ну и тут тоже самое. Так же, как и здесь. Да и все остальные. В этом случае понятно, что за один раз мы все ребра не соберем. Но для начала нужно найти ребра, которые, располагаясь на верхней грани, вот так вот поменяются местами и встанут в нужные позиции. К примеру, вот сине-желтое, если переставить вот сюда, встанет на свое место. Так же, как и белое-синее. Обычно это найти нетрудно. Из-за этого положения, где нужно поменять именно передние и задние ребра на верхней грани, мы делаем тот же самый алгоритм. Два раза правую грань. Один раз верхнюю. Два раза правую. И один раз верхнюю. Смотрим, что получилось. Эти ребра на месте. Эти пока нет. Перехватываем кубик вот так, чтобы на среднем слое были правильные ребра. Все четыре правильные. Дальше повторяем процедуру до тех пор, пока куб не соберется. Не куб, а только его ребра не станут на свои места. Смотрим, что здесь. Бело-оранжевое и бело-красное. Если поменять, то они встанут на свои места. Очень удобно. Если бы мы посмотрели здесь, то зелено-оранжевое поменялось бы зелено-красным, и это успеха бы не принесло. Поэтому делать нужно именно из такого положения. Второй раз алгоритм. Средний слой. Опять правильный. Меняем вот эти два. Остальное соберется само. Два раза правую грань. Один раз верхнюю. Два раза правую. Один раз верхнюю. Смотрим. Все ребра, хоть и криво, но на своих местах. Сделаем то же самое на шаре. Смотрим, что здесь есть. Бело-красное ребро стоит на бело-оранжевом месте. Бело-оранжевое на белокрасном. То есть неправильно стоят. Эти тоже. Тоже. Ну, все ребра стоят неправильно. Находим два ребра, которые при перестановке встанут на свои места. Это сине-желтое с этим. Если поменять, то будет хорошо. Бело-синее встанет на бело-синее место. Сине-желтое на сине-желтое. Делаем из этого положения алгоритм. Два раза правую грань. Аккуратно докручиваем. Один раз верхнюю. Два раза правую грань. И один раз верхнюю. Что получилось? Сине-желтое на месте. Бело-синее тоже. Бело-зеленое. Это хорошо. Располагаем собранные ребра на средний слой между передней и задней гранями. Смотрим, что осталось. Бело-красное, если поменять с бело-оранжевым, будет не очень хорошо. Сине-красное, если поменять с сине-оранжевым, будет тоже не очень. Но также и в остальных положениях тоже не хорошо. То есть придется делать алгоритм еще дважды. Главное, сохраняем положение правильных ребер на среднем слое. Делаем тот же алгоритм. Два раза правую грань. Один раз верхнюю. Два раза правую грань. Один раз верхнюю. Что получилось? Средние остались на местах. Перестановка вот этих двух. Они просто поменялись местами. И опять, если их вернуть, будет изначальное положение. Значит, перехватываем. Тут сине-оранжевый, напротив сине-оранжевого места. И сине-красное ребро, напротив сине-красного. То есть из такого положения, средний слой правильный, а вот эти два переставляем. Делаем еще раз. Два раза правая грань. Один раз верхняя. Два раза правая. Один раз верхняя. Все ребра на своих местах. Немного криво развернуты, но это пока не важно. Далее нужно собрать форму. То есть сделать так, чтобы элементы не торчали из плоскости. Для этого мы можем просто вращать правую грань до тех пор, пока элементы не станут ровно. Пока не встали. Делаем по 4 оборота, чтобы углы и центры возвращались на свои места. Пока не получилось, делаем еще раз. Еще 4 оборота. И видим, что встали ровно, хоть и на месте перевернуто. Так же делаем по остальным направлениям. Можно делать либо 4, либо 8 оборотов, если не задумываться. Но можно запомнить, что если элемент ближе сюда, то есть повернуть его против часовой стрелки, то мы делаем 4 оборота от себя. В данном случае за 4 оборота от себя элемент точно станет в плоскость. Раз, два, три, четыре. Не важно, какой стороной он встанет, мы на это никак повлиять пока не можем. Главное, чтобы форма восстановилась. Здесь то же самое. Если повернуть в эту сторону, то делаем 4 поворота от себя. 1, 2, 3, 4. И форма кубика собралась. Если же элемент ближе повернуть по часовой стрелке, то нужно делать 4 оборота на себя. И тогда он встанет в нужное положение. Ну как и остальные 4 на этом слое. Все стало хорошо. Форма кубика собрана. На шаре у нас, конечно, все и так шарообразно и мало что выпирает, но нам все равно нужно сделать так, чтобы ребра были хотя бы вот в таком виде. Либо стояли совсем правильно, либо были горизонтальны. Мы видим, что вот хорошее ребро, а это хорошее, но перевернутое. А есть ребра, которые стоят вот так вот криво. И мы видим, как и на кубике, что здесь проще повернуть в эту сторону, то есть против часовой стрелки. Значит, мы делаем 4 оборота правой грани от себя. И вот элементы, которые вот на этом среднем слое будут находиться, именно ребра, будут поворачиваться. 1, 2, 3, 4. И вот все развернулось. Ну, на остальных слоях уже стояли хорошо. Разворот не требуется. Но если требовался, мы делали бы то же самое. В финале нужно развернуть ребра на своих местах. То есть форму мы уже сделали. Остался разворот на 180 градусов. Здесь, возможно, одна единственная ситуация. Когда 4 ребра стоят хорошо, а остальные 8 надо развернуть. Здесь мы делаем очень похоже с предыдущим алгоритмом. Здесь правильные ребра, и мы располагаем их на среднем слое, между передней и задней гранями. После чего делаем похожий алгоритм. Но на этот раз вращаем правую грань один раз, и верхнюю грань один раз. Повторяем правую верхнюю, и еще раз правую верхнюю. После чего куб собирается. Эта формула из кубоидов на языке вращений выглядит R2O2 трижды. Других ситуаций на последнем этапе быть не может. Но только если ребра разворачивать не потребовалось. То есть либо все собрано, либо развернуть нужно 8 ребер, а 4 стоят правильно. Делаем R2O2 трижды. Но правильные всегда ставим на средний слой, так же как на предыдущем этапе. Сделаем то же самое на шаре. Находим сначала правильные ребра. Вот бело-синие, бело-зеленые. И располагаем их посередине. То есть между передней и задней гранями. Два здесь, ну и два еще снизу будут. Делаем алгоритм. Один раз справа, один раз сверху, еще раз справа, еще раз сверху, третий раз справа и третий раз сверху. После чего шар собран. Покажу пример сборки для закрепления. Ну, начинать можно с любого уголка. Ну, по традиции давайте найдем бело-зелено-красный. Вот он, ну, бело-красно-зеленый. Нужно еще один бело-зеленый. Ищем. Он где-то здесь. Шарик повернут пока хаотично. Поэтому проверяем вращение. Так не вращается. Так не вращается. Вращается вот так. Ну, все вроде бы начало двигаться почти. Совмещаем уголки, чтобы между ними были центры. Бело-красно-зеленый. Ставим рядом с ним. Но оказалось так, что белый был не снизу, а сбоку. Поэтому перехвачу. Поставив в нужное положение отведу бело-зелено-оранжевый сюда в диагональное положение и поставлю рядом с первым. Вот два первых готовы. Ну, и вторые два встали самостоятельно. Остается докрутить верхние уголки. И все хорошо. Углы собраны. Далее видим, что белый центр и желтый стоят на местах. Берем их по бокам. Устанавливаем остальные. Смотрим ребра. Вот эти, если поменять, встанут хорошо. Эти неправильные, неправильные. Ну, правильных у нас нет. Поэтому давайте с этих и начнем. Перестанавливаем ребра. Два раза правую грань. Один раз верхнюю. Еще раз. Два раза правую. И еще раз. Один раз верхнюю. Теперь вот эти встали правильно. Располагаем на среднем слое. Вот эти менять бесполезно. Эти тоже. Значит, еще дважды сделаем алгоритм. Тот же самый. Так. Проверяем. Эти поменялись. Перехватываем. Вот эти теперь встанут на места. Два раза правую. Один раз верхнюю. Два раза правую. Один раз верхнюю. Все ребра собраны. Теперь их разворачиваем. Для начала, чтобы они были горизонтальные. Здесь против часовой крутить. Поэтому я сделаю четыре поворота. От себя. Не докрутил. Вот. Сразу стали хорошо. Эти стоят горизонтально. Развернем позже. А ну, в принципе, и все. Остальные все горизонтальные. Располагаем теперь четыре правильно ориентированных ребра на средний слой. И делаем финальный алгоритм. R2O2 трижды. Первое. Второе. И третье. Шарик собран. В итоге это красивая и несложная головоломка, которую приятно покрутить. Так как вращение очень хорошее, главное только совмещать элементы, чтобы поворот был возможен. Если сделать не до конца, то вращение в другом направлении не получится. Собирается точно так же, как гиркуб, как гирбочка. На базе шестеренчатого кубика есть еще много головоломок. Тренируйтесь и все у вас получится. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok